И случилось так, что очень давно занимаюсь проблемами интернета вещей, когда это еще не было интернетом вещей, и особенно технологией LPWAN. Где-то с 2000 года мы разрабатывали системы охранные для вневедомственной охраны, и там использовали технологию, которая сейчас называется LPWAN. С 2004 года где-то эти системы реализовывались, и вот большая часть сейчас охранных систем, радиоохранных систем большого радиуса действия, это основа этого LPWAN. Их в России и ближнем зарубежии, наверное, в 2011-2012 стоит базовых станций, которые обслуживают реальные объекты, ЧОПы или вневедомственную охрану, или еще какие-то объекты. Это не объединено ни в какую общую систему, это частные решения, пребритарные. Каждый ЧОП имеет свою охранку, которая работает на большом расстоянии, до 50 километров, например. Мой доклад будет интересен, наверное, тем, кто только собирается выбрать какую-то технологию, тот, кто уже выбрал технологию и столкнулся с определенными проблемами, или тот, кто смотрит, куда двигаться дальше. Итак, начнем, наверное. Есть такой стандартный хайп-цикл, да, и вот я не нашел хайп-цикла графиков по LPWAN, но нашел, по интернету вещей тоже не нашел, но нашел по платформам интернета вещей. Вот мы видим, как хайп-цикл постепенно менялся от года в год, и сейчас мы прошли сам хайп. Платформа интернета вещей, сам интернет вещей и технологии интернета вещей, LPWAN в том числе. Мы находимся на снижающей стороне. И это означает, что появились проблемы. Была красивая технология, было все так прекрасно, и она, как только стала применяться, столкнулись с определенными проблемами, и появилось некоторое разочарование у участников. И именно поэтому мы сейчас обсудим, чем же все-таки так были интересны LPWAN-технологии, почему они привлекали такой хайп, вокруг них возник, в чем проблемы, которые появились потом реальные, что предлагает наша компания в области LPWAN, какие решения, и куда двигаться дальше, где-то те самые голубые океаны интернета вещей, сотни миллиардов датчиков, которые вот-вот должны быть подключены к интернету и там работать. Начнем с общего обзора. Я думаю, что здесь люди самых разных специализаций, много молодых ребят, поэтому я постараюсь говорить очень просто, никаких специальных терминов не применять, но посмотреть на проблему целиком, но в то же время через какие-то точечные технологические вопросы. Итак, ключевые преимущества LPWAN. Это самое главное, это дешево и просто. Чем она отличается от всех остальных технологий? То, что это можно очень просто и дешево сделать. То есть это как раз предназначено для тех миллиардов датчиков, которые должны работать в интернете, самых простых и самых дешевых. Первое – это большая дальность, большой срок батарейки и дешевые конечные устройства и инфраструктуру сети. Это основное преимущество. Если этих преимуществ нет, то не надо применять LPWAN. Есть масса других технологий, интернет вещей, которые лучше LPWAN. LPWAN работает только там, где вот эти есть преимущества. Два основных варианта реализации LPWAN – это сотовое решение сотовых операторов и безлицензионные LPWAN. Вообще интернет вещей по мне придумали сотовые операторы. У них кончились люди. И они задумывались, куда двигаться дальше. И вещей гораздо больше, чем у людей. Порядка на два, может, больше. И решили на каждую вещь поставить по телефончику. Классное решение, и они молодцы. Но, тем не менее, эта технология на каждую дверь или люк какой-нибудь, канализационный телефон не поставишь. Поэтому появились некоторые альтернативные технологии в безлицензионном диапазоне. Три основных технологии построения LPWAN сетей. Я выделяю три основных. На самом деле их куча. Их, наверное, несколько десятков существует сейчас, но ключевые три. NBIOD — это те самые решения сотовых операторов. SIGFOX — в России это STRIGVOIOD. И LORA. В этом смысле, наверное, NBIOD — это номер один. Он займет большую часть рынка. И только туда, куда не дотянется NBIOD, там будут работать безлицензионные технологии. Давайте сравним, что лучше, что хуже. У безлицензионных технологий есть определенные преимущества, определенные недостатки. Первое преимущество — это стоимость конечного оборудования. Она дешевле и всегда будет дешевле, чем сотовый телефон. Какой бы он простой ни был, какие бы дешевые чипы не обещали сотовые операторы, у них всегда, потому что технология много сложнее, эти чипы будут дороже. Что бы там ни говорилось. Второе — стоимость разворачивания и обслуживания сети. В безлицензионном диапазоне это гораздо дешевле и проще сделать. Больше радиус действия, дешевле базовой станции, проще обслуживание. И срок службы от батарейки. В LPLAN-системах они все заточены, безлицензионные системы, на очень эффективную энергетику бита, так называемую. Там батарейка экономится гораздо лучше в разы, чем в NBIOD. Недостатки, тем не менее, у любой медали есть обратная сторона и недостатки. Маленький объем сообщений, низкая скорость и высокая задержка сигнала, не предназначен для потоковых данных. Мне много раз спрашивают, давайте подсоединим какой-нибудь RS-485, будем гонять по безлицензионному LPLAN-у, данные туда-обратно. Не будет работать, будет работать плохо. И ограниченные возможности обратного канала. Это из-за того, как устроена сеть типа звезда. К сожалению, обратный канал или совсем плохо работает, или работает так себе. Поэтому не имеет смысла применять безлицензионные LPLAN-технологии там, где они для этого не предназначены. Но зато в том месте, где их эффективность максимальная, они победят все остальные. Поэтому первое, когда вы обсуждаете LPLAN или какие-то другие технологии, надо четко сосредоточиться на том, что вам надо, в чем вам должна быть эффективность. И в зависимости от этого принимается какое-то решение. Первое. Дальность. В свое время это было самой эффективной, эффектной очень вещью, почему и хайп, наверное, развился, когда с обычного автомобильного брелочка можно передать сообщение, оказывается, на 100 километров, на 50 точно, а на воздушный шар, если летает 600 километров, это и мы получали Лор и Сигфокс. Это некая фантастическая такая вещь, потому что здесь действительно схемотехника примерно брелочка, стоимость примерно брелочка. Это вот то, почему хайп возник в LPLAN технологии. Здесь надо понимать, что некое есть ограничение, некие возможности. Есть такое ограничение шинона, которое не позволяет передавать далеко, которое физически ограничивает дальность передачи информации. И для того, чтобы передать далеко, надо очень сократить сообщение. Потому что если преобразовать ограничение шинона, как я сделал здесь, вы можете для себя это сами проделать, то получится очень простая вещь. Дальность, или L2, это площадь покрытия системы, прямо пропорционально мощности бита. Мощности бита, то есть время умножить энергию. Вот сколько вы физический бит, который передается, мощности вложили, на такую площадь вы его распространите. И дальше только помехи в канале, и, собственно, какая у вас потеря в пространстве средняя, если там какие-то дома посередине, или чистое пространство. И дальше очень важная вещь, с которой постоянно тоже сейчас сталкиваюсь, это высота подъема антенны. Высота подъема антенны очень важная вещь в L2-1 системах. Сотовые операторы об этом сейчас не заботятся. Они ставят не очень высокие вышки, потому что им нужна площадь, у них базовой станции много, они расположены достаточно часто, и им нужна равномерная площадь покрытия. Для L2-1 очень важна эффективность в виде дальности связи. Поэтому очень важно ставить антенны высоко. Чем выше поставил, тем больше площадь покрытия. И это как бы не потому, что земля закругляется, а потому что чем больше ты поднялся, тем больше ты видишь вокруг здания. И сигнал, как правило, L2-1, он не напрямую проходит, а он отражается от домов. Вот если вы в лесу находитесь и на пределе действия системы, то у вас сигнала нет. Как только появляется какое-то здание, даже в противоположной стороне, чем базовая станция, сигнал появляется. Второе. Пропускная способность. Здесь приведем пример. Два примера. Это LORA и система UNB. Это SIGFOX, STRIG, Faviot. Мы используем в верхнем канале то же самое. Пропускная способность довольно легко считается. там есть всякие формулы, но я вот специально очень это просто на пальцах объяснить, потому что если мы хотим система асинхронная, передатчики выходят в произвольное время, очень легко посчитать, с какой вероятностью, например, 10% они наложатся, сколько систем должно датчиков работать в эфире, чтобы наложение было не больше 10%. У LORA это 8 каналов, 1,2 секунды, например, время передачи сообщения. Вот можете посчитать в часе 3600 секунд, поделить, умножить на 8 каналов. По идее, надо делить еще на 2, но здесь такой фокус, что более мощный сигнал побеждает более слабый. Как правило, если столкнулись в эфире два сигнала, более мощный пройдет, слабый потеряется. Поэтому теряется половина только сообщений при наложениях, мощный побеждает. Поэтому там двоечки нет. Поэтому на пальцах можно очень легко посчитать лоровскую способность пропускную и УНБ-шную систему. Вот если читаете какие-то подстрижу, например, они утверждают, что у них ширина канала 100 Гц, и поехали. Поделили общий 200 кГц на 100 Гц и получили количество каналов. Это не совсем честно. Выходит датчик произвольное время и на произвольной частоте. У УНБ-системы там нет понятия канала. Там есть просто частоты. Стабильность генератора опорного в конечном устройстве не позволяет выйти на четкой частоте. Он уходит на произвольной частоте в произвольное время. Поэтому наложение тоже можно посчитать. Для этого такой график может составить. Частота и время. Вы должны заполнить на этом графике 10, если хотите посчитать профессиональную способность на 10% наложений. Как только у вас площадь ваших передатчиков займет 10% от общей площади, у вас тоже самое получится 10% проходная способность. Там тоже надо делить защитный интервал, делить на 4, опять потом умножить на 2, потому что побеждает опять-то более мощный. И получается, что УНБ-система имеет пропускную способность на порядок или больше, чем лора. Вот как ни крути. Не так много, как говорит 3-6-6-фокс, но на порядок больше точно. Пропускная способность лора это некоторая ее существенная родовая проблема. Всего 8 каналов в стандартных базовых станциях. Длина посылки. Энергоэффективность бита. Как мы уже говорили, что чем больше энергии вложил в бит, тем дальше передал. С этим связана еще структура сигнала. Вкладываем-то мы в бит физический, а передаем информацию. Вот эту информацию надо упаковать. Все, практически все системы LPWAN имеют некую структуру, которая здесь опишена. Это преамбула первая. Вам надо из эфира выделить сигнал. Это адрес устройства в сети. Как правило, это 4 байта или больше бывает. Иногда меньше у Вавиота. Но это, наверное, надо полечить. Информация пользователя, она может быть нулевой при этом иногда. До каких-то разумных байт. От обычного датчика, наверное, больше там 2 байта не надо ничего. ЦРЦ, защита, чтобы понять, что у вас неиспорченный сигнал, это 2 байта. И метавставка 2 байта. Динамическая вставка счетчик 2 байта. Служебная информация какая-то обычная. От 0 до 4 байт. И помехозащищенное кодирование это обязательная вещь в радио. Удлиняется сигнал, перемешивается определенным образом, чтобы импульсные помехи не могли испортить всю вашу посылку. Как правило, используется двойное удлинение длины физической. Физическая длина в 2 раза больше. Помехозащищенное кодирование удваивает количество бит в канале. Поэтому даже если вам надо передать информацию в 1 бит, дверь открылась, вы передаете такой целый пакет. И вот задача эффективности сократить этот пакет. Если вы сократили этот пакет, значит вы в каждый бит за то же время могли вложить больше мощности при той же ограниченной энергии. Итого, если мы делаем коротенькие по этому сообщения, попытаемся устроить вот эту обвеску минимальную, само сообщение укорачиваем, то мы получаем дальность, но уменьшаем скорость передачи при этом. Больше срок службы батарейки, больше пропускная способность системы, потому что времени в эфире мы можем сократить, и больше помехозащищенность сообщения. Поэтому длина посылки должна быть минимальной. Вот сколько можно, чем меньше, тем более эффективна. Для потока данных, как я уже сказал, использовать LPWAN это бессмысленно. И для расчета эффективности вот такая вещь, которую просто надо знать всегда от каждой литиевой батарейки 2,2,2 тысячи миллиампер часов, то это примерно 100 тысяч сообщений по максимуму, так как батарейка обслуживает еще много чего, 50 тысяч. Вот сходу можете для любых расчетов брать 50 тысяч сообщений, а как вы их распределите, это ваше дело. Раз в час будете передавать, будет работать там 10 лет, будете передавать чаще, срок службы устройства получите меньше. Вероятность доставки по повтору и пропуску сообщений. В радиосистемах по определению вероятность доставки не стопроцентная, что-то может потеряться. Асинхронная передача, кроме коллизий, еще возможны пропуски из-за эфирных шумов. Чтобы с этим побороться, например, секфокс, каждое сообщение передает три раза. Причем с разными видами в эфире, с разными типами модуляции. Они решили, что так лучше, я не думаю, что так лучше, но тем не менее вот так поступили. Мы же для того, чтобы бороться с потерями, для себя выводим два типа сообщений. Выделили это сообщение мониторинга, краткие сообщения, которые допустимы, процентов 10, чтобы те самые потерялись, и ценные сообщения, важные алармы. Дверь открылась, пожар, что-то еще, оно передается пять раз. Если у вас вероятность потери одного сообщения стандартного 10%, то потери пятикратного 10 минус 5 это допустимая вероятность для того, чтобы передавать важные, надежно сообщения. Вот здесь график дополнительный. Это вот мы сравнивали. Вот как сравнить дальность систем? Все заявляют, там 50 километров, потом вдруг оказывается меньше, а в городе там 10, а потом 5, а потом вдруг 3 где-то. Вот как вообще сравнивать системы? Мы специально проводили сравнение с лорой совместно с одним из операторов. Ставили две базовые станции на крыше одинаково, с одинаковыми антеннами. И в город, вот реальные дома, как проверить? На машину ставится передатчик, два передатчика, одновременно выходящие в 10 секунд, лорой, например, мы свой ставили, и машина запускается по городу по произвольным маршрутам. Вот стандартный дом, на доме 15-этажный, но расположен в низинке, не очень хорошо расположенный был. И вокруг машина ездит, специально ездили на расстоянии от 3 до 15 километров. Здесь до 9 показано. И зеленый график, это сколько было передано сообщений, красный, это сколько приняли мы реально лора, и синий, не лор, мы, good one, а синий это лора, в зависимости от расстояния. Ну, видно, что лора в этом смысле дальность у нее меньше, ну, примерно как и расчетная, там чудес нет, исходя из скорости передачи информации, мы передаем все-таки чуть-чуть медленнее, физический бит, и у нас децибел на 6, где-то эффективность побольше, и вот это самое, тут же видно таким образом. Динамический диапазон очень важная вещь. Никто не обращает внимания. Дело в том, что реальная дальность канала зависит от качества приемника. Там масса характеристик, чувствительность, избирательность, интермодуляция собственной шумы, динамический диапазон. Приемник должен быть профессиональный. Вот лора, то есть не лора, извиняюсь, SIGFOX, STRIG, VIOD изначально использовали обычное СДР радио. На примере динамического диапазона сейчас покажем, почему это не работает. Это плохо работает. Тем не менее, SIGFOX объявляет, STRIG объявляет минус 145, VIOD минус 153, SIGFOX объявляет где-то минус 141, 144. Если в приемнике работает стандартное СДР радио, то в нем АЦП 16 разрядов. При 16 разрядов вы не можете обеспечить большой динамический диапазон приема. Это порядка не больше 75 дБ будет, потому что вам надо на шумы битик 3 оставить и запасик 1 битик. У вас работает всего 12 фактически бит. 12 бит обеспечивает 75 дБ. Это что означает? Если вы поставили передатчик, а сейчас разрешено 100 мВт, на расстоянии 2,5 километров, то вы превысили диапазон возможный. Вы выскочили из динамического диапазона. Поэтому, объявляя минус 145 дБ, вы должны понимать, что любой передатчик на расстоянии 2 километров подавит, введет вашу систему в нелинейный режим. У вас приниматься ничего не будет. Если вы поставите АРУ, вы тут же снижаете нижнюю чувствительность. То есть УНБ-системы по определению должны принимать. Рядом работает брелочек и на воздушном шаре на 1000 километров. И это одновременно должно приниматься. Динамический диапазон не меньше 110 дБ. Разрядность АЦП 24 разряда, не меньше. К сожалению, СТРИЖ и ВИОД используют пока, насколько я знаю, 16-разрядные. СИКФОКС перешел на 24. Спектр передатчик тоже важная вещь. К этому сейчас начинают обращать внимание. И СИКФОКС были те же самые проблемы. У них был очень широкий спектр. Чтобы обеспечить фазовую манипуляцию, вы должны перевернуть во время передачи частоту на 180 градусов. И для этого возникают огромные шумы в эфире. Вот сейчас они научились соблюдать правильный спектр. Но все равно. Вот смотрите. Когда объявляют 100 Гц ширина канала, мы видим, что на самом деле в СИКФОКСе сейчас в хороших решениях они сделали все уже правильно. Уже ширина максимального спектра уже 200 Гц, а ширина на минус 45, это уже у нас получается килогерц. То есть вот эти объявления, что 100-герцовый канал, они немножко неверны, потому что спектр занимает до килогерца. Тот же ближний датчик, и если другой датчик выходит на 500 Гц в стороне, он его подавит. Ближний датчик подавит дальний. Поэтому очень важно в этих системах использовать правильные компоненты и правильную схемотехнику, чтобы обеспечить очень маленькие фазовые шумы и обеспечить при смене, при передаче, при фазовой или частотной модуляции обеспечить частоту спектра. Это очень важная вещь. Когда передается один датчик, вы этого не видите. Когда в системе начинают работать тысячи датчиков, вы с этим столкнетесь. Обратный канал. Для чего обычно применяют? Квитанция, контроль канала, управление устройством, обновление прошивкой по воздуху. Вот реально нужен в большинстве устройств это управление устройством. Все остальное в LPU1-системах такая немножко сомнительная вещь. Дело в том, что существуют определенные проблемы обратного канала. Топология типа звезда. Слушаем много, передаем на один. Уже не симметрия. Мы не можем симметрично устроить систему связи. Нет дуплексного режима. Об этом что-то никто не говорит. Приемник базовой станции глохнет, когда передает. Нет возможности разнести частот большой. Некоторые ухитряются делать. Тот же стриж берет другую 466 диапазончик и пытаются спустить частоту. Но в стандартных системах и в LORE то же самое. Когда передаешь, ты ничего не слышишь. Дуплексного режима нет. Дальше. Нет возможности. Понятно, что базовая станция это очень дорогое, сложное устройство. Очень качественный приемник. Оконечное устройство брелочек. За копейки должны это сделать. Там нет возможности сделать качественный приемник. не получается симметричного канала. LORE ситуация, конечно, гораздо лучше и в этом смысле он более симметричный. Для UNB выходит из ситуации повышает мощность передатчика. Не всегда это возможно, это сложно. Есть ограничения, которые не позволяют в России, например, это сделать. Для обратного канала опять же используется батарейка того же конечного устройства и есть ограничения на рабочий цикл и мощность. То есть обратный канал это существенное ухудшение начала недели работы системы. Ее надо использовать очень-очень редко. Управление автономными конечными устройствами. Еще раз. Есть проблемы, связанные с управлением устройствами. во всех LPWAN-системах безлицензионных. На обратный канал нужна синхронизация, потребление батарейки. Невозможно устроить, чтобы батарейка просыпалась там раз в 32 секунды, слушала управляющий сигнал и засыпала и работала год. Не получается. Безопасность. К сожалению, LPWAN-системы имеют особенности такие. Это открытый эфир. Безлицензионный. Любой пионер может взять приемничек и послушать, что вы там передаете. Открытые стандарты. Он может прочитать, как это устроено и действительно разобраться в эфире, что передается. Ограничения передавать. Короткие сообщения. Достаточно просто с ними работать. Открытые ID-устройства. В эфире всегда передается ID. Это проблема. Вы по активности ID в эфире знаете уже, что у вас происходит. Пожар или там дверь открылась, ID увидел, уже знаете, что это датчик. А что он может еще передать дверь? Только открылась, закрылась, один битик все. Структуру стоимости подключения датчика. Давайте вы посмотрите, я как бы по своему практическому опыту, к сожалению, когда пытается говорить, что у нас конечную 182 доллара стоит, не получается. Вы должны правильно упаковать, батареечку поставить, батареечка стоит уже больше доллара, правильно элитивая. И корпус делать правильно. И все это разбегается в цену. Вы должны построить структуру, которая стоит. Посмотрите, у меня, к сожалению, мало времени, я ускоряюсь. Регулирование, проблемы регулирования существуют в России, они особенно страшные, к сожалению. Пытается монополизация здесь быть, и надо пытаться как-то выкручиваться. Это будет отдельный круглый стол, на нем это обсудим. Про GoodOne, кратко. Мы специально спозиционировали свою систему, чтобы до предела довести те самые стороны ЛПВА, которые наиболее определяют ее эффективность. То есть, если посмотреть по структуре систем, то сотовые операторы займут жирную центральную часть, Лоресик Фокс, мы считаем, займет чуть дальше, куда они не дотянутся, а мы пытаемся продвинуться еще дальше. Мы максимально сконцентрировались на энергоэффективности биться, мы добились в этом, чтобы у нас система работала максимально далеко. Мы используем профессиональный радиоканал и система безопасности у нас немножко срисована с Лоры, потому что там очень хорошо это продумано. Вся система на двух ключах строится, шифрование обязательно данных, использование ключ пользователей, ключ сети. Итого, технические особенности, которые мы ключевые считаем для нас, это мы объединили верх канал УНБ, вниз лоровские, потому что вниз по-другому не получается, особенно в России. Использование специального приемника, специального профессионального приемника, обычное радио не проходит, использование в большинстве кейсов только одностороннего канала, специальный физический протокол, использование частотной манипуляции, чтобы работало на движущихся объектах, вот предыдущий оратор, я слышал, он говорит, только поехали, что-то не работает. Очень важно УНБ канал, если фазовая манипуляция, она рассыпается, как только объект начинает двигаться. Применение динамического кодирования ID, чтобы в эфире не было видимо, ID все время меняется, и энергоэффективный обратный канал. Односторонний канал рулит, это особенно, вот я, начиная с охранных систем. Огромный класс систем, для них, для которых нет необходимости обратного канала. Даже охранные системы, большинство устроено по одностороннему каналу. Я живой, что система живая, она постоянно передает кейпо лайф. Если не надо управлять датчиком, вам обратный канал, в большинстве случаев и не нужен. Зато односторонний канал сильно удешевляет и упрощает работу системы. Поэтому самые дешевые, самые простые датчики будут работать на одностороннем канале. Динамическое кодирование, которое ввели мы, это как раз чтобы закрыть возможности прослушивания ID. И чтобы имита вставка, которая используется в обычных устройствах, для определения подлинности сообщения, чтобы не передавать дополнительное от повторов, защита от повторов классическая, когда может злоумышленник прочитать, вот как машина угоняет, раньше грабберы. прочитал в эфире сообщение, повторил, дверца открылась. Для этого в эти системы вводится некий динамический или счетчик, или случайная переменная, с помощью которой шифруется. То есть каждое сообщение должно отличаться от предыдущего. Вот в военных системах часто используют меняющиеся ключи со временем. Вот мы тоже самое здесь сделали. Это проблема, это нужно очень четко синхронизировать конечное устройство с сервером, с временем в сервере, конечное устройство может убегать с часы, тем не менее этот вопрос решается. Даже без обратного канала можно синхронизировать конечное устройство и использовать динамический ключ. Эффективный обратный канал я пропускаю, так как мне уже говорят, что пора заканчиваться. Дизайн конечных устройств очень важная вещь. Я в свое время участвовал в разных проектах, у меня наверное сотни какие-то устройства, которые работают или работали реально, которые были разработаны. И вот здесь очень важен тоже подход. Вот есть дизайнерские работы, есть такая лапка, система мониторинга экологического для айфонов в основном в ресторе продавалась, сейчас, к сожалению, проект закрылся. От Матюб есть такой проект, тоже экологический, где очень красиво все сделано, здесь сделано идеально, где алкотестер, если здесь его рода нет, он керамический. В От Матюб трубка титановая, все очень дорого, красиво, хорошо. Но если вы делаете простые дешевые датчики, то смотрите справа. То есть наши реализации предполагают очень простой дизайн конечных, если это B2B тем более, если вам датчик температуры, датчик движения, или датчик подтопления, датчик влажности, они используют стандартные трубки, стандартные крышки, обеспечивается герметичность, но сделать это надо очень дешево. Если это функциональный датчик, не надо внешнюю красоту, вы за нее очень дорого заплатите. Но если нужна внешняя красота, то это другой совершенно подход. Интернет событий, или мессенджер вещей, я так называю. Все LPWAN системы работают в определенной экологической ниши. И эту нишу я бы назвал именно интернет событий, когда не потоковые данные, а какие-то очень важные сообщения, которые имеют цену и стоимость. И в этих сообщениях часто заинтересованы многие не одно лицо. Пожар вы сами должны знать, пожарники должны знать, страховая должна знать, может кто-то еще. Это объединяет и заставляет очень ответственно относиться к передач сбору этих сообщений передачи и хранения. Это события, поэтому их можно упаковывать определенным образом. И здесь обсуждается активно последнее время возможности подключения и работы интернета вещей с блокчейном. Мы тоже с этим работаем и с телеграммом в том числе. И в этом видится некая очень интересная перспектива. и сюда наверное пойдет технология интернета вещей. И вот мессенджер вещей такая тоже красивая вещь. То есть возможно технологии пойдут когда как есть мессенджеры людей. Если вещам даем телефон, то почему мы не устроим мессенджер вещей. Значит он должен по-другому только работать. Так же бесплатно такая инфраструктура как и мессенджеры на том же зарабатывают. Ну и сотрудничество. Мы хотя имеем свое видение, свою технологию продвигаем, но мы как бы создаем, пытаемся создать будущее. И в этом смысле мы открыты для общения. Есть вот здесь молодые ребята сидят, кто-то кто-то думает как усовершенствовать свои какие-то технологии или какие-то новые возможности ищут. Мы с удовольствием пообщаемся, отменимся опытом. Приходите, не стесняйтесь. Все, наверное, спасибо. Спасибо большое. А у кого есть вопросы, вы можете их сейчас задать. Спасибо за доклад отличный. У меня такой вопрос родился. Я видел габариты датчиков, а вот габариты приемника. Какие они бывают и можно ли их ставить не организациям, а простым смертным? Ну конечно. Во-первых, технологии мы развивали с 2000-го года. Как раз сначала это были большие приемники а-ля спутниковая связь, космическая связь. собственно основной задачей было сделать маленьким и дешевым. Современные приемники это коробочка, жалко у меня на фотографии, а нет. Это небольшая коробочка и зависит от диапазона. Сейчас мы 200-килогерцовые остановились делать приемники. Они размеры меньше, чем коробка из-под обуви. это стандартные керлинг приемники. Здесь общий стандарт. Они подключаются к интернету, к GSM каналу и могут стоять на крыше влагозащищенное исполнение. Можно для частных решений, можно для создания систем. То, что делает сейчас GoodOne, что мы делаем, надо более эффективно для сетевых решений. Потому что очень дешевый датчик, чтобы получить какую-то коммерческую эффективность, их надо много продавать, они миллионы. Здесь нужны кейсы миллионники. На малых кейсах здесь ничего не заработаешь. Поэтому здесь менее частное решение, а больше интересно создать сеть и нагружать их датчиками самыми разными. К сожалению, в России сейчас регулирование, здесь некие проблемы возникают. Мы смотрим в эту сторону. Спасибо. Здравствуйте. Вы сказали, что начали использовать некие спецприемники в новых проектах. А можете пояснить, это SDR-ка просто какая-то топовая? я же объяснил. Конечно, нет, это с самого начала. Конечно, не SDR, это должен быть специальный приемник с очень большим геномическим диапазоном, ОЦП-24 разряда, и надо обеспечить во всем этом диапазоне очень большую линейность. Там есть понятие все интермодуляции, например, когда соседние много-много шумов. Были истории, что на столе Вавиот объявляет, а у нас минус 153 ДБМ, но у них на столе минус 153 ДБМ, они выходят в реальную, поднимаются на крышу, и нет у них 153, близко даже нет, потому что приемник должен быть профессиональный, очень качественный. Мы этим УНБ приемы. Это не СДР радио в простом виде. СДР радио сейчас очень много систем начинает появляться на СДР радио. Это тоже дополнительные возможности. Они не LPWAN системы, они немножко ниже класса, децибел 20 не дотягивает по чувствительности, в том числе потому что конечные устройства используют обычные чипы, классические, где-то минус 123 децибел или что-нибудь такое. А в базовой станции СДР радио многоканальная обработка математическая. Это классом ниже LPWAN промежутки между стандартами ZIGB и LPWAN возможно что у этих систем есть будущее даже точно есть, но это не классический LPWAN а для классического нужно профессиональное абсолютно если он бит у профессиональной станции почему СИФОКС очень трудно повторить почему Стриж вывёт некий монополисты потому что базовую станцию сложно сделать Добрый день у меня два вопроса но первое вот вы сказали что у вас есть и метаставка и шифрование соответственно на борту датчика есть какая-то капитография собственно как она сделана это это софт это hard это первый вопрос и соответственно сколько это дополнительно по батарейке стоит я понял хороший вопрос но современные появились уже чипы нормальные стмки например 32 которые на борту содержат а есть 128 возможно шифрование делается достаточно быстро по энергетике поэтому занимает значительную меньшую долю чем передача энергии передачи информации стоимость конечно возрастает такой чип стоит подороже но все равно уже цены падают и вот уже в разумные пределы выходит чип наверное сейчас доллара два с половиной стоит и зато он может все в себя и радиопротокол включить и работу с датчиками и шифрование в том числе это да это поднимание цены но цены вроде падают я думаю что где-то к доллару к полутору это уже придет в ближайшее время еще один вопрос тоже по безопасности соответственно вы пробовали рисовать какую-нибудь модель угроз для своей системы для того чтобы понимать вообще какие возможны там что совать модель угроз ну как бы там есть например атаки на устройство замен подмена устройства врезание в трафик фейковый трафик реплей атаки да конечно конечно возможно смотрите я могу об этом очень много говорить мы если интересно можем по после этого подробно действительно как я уже чуть-чуть сейчас говорил у паван система безрецензионная имеет открытый канал любой человек может подслушать повторить если открытый протокол посмотреть поковырять поменять посылку и от всего этого надо защищаться очень хорошая технология придут все продумано достаточно хорошо в лоре можете посмотреть за основу выбрали лоровская безопасность все что связано с математикой все что связано с математикой мы реализовали не хуже мы считаем и дополнили вот тем самым динамическим кодированием когда возможно закрытие адреса устройство адреса устройства иди устройства в эфире когда он все время случайно псевдо случайным образом меняется и только конечное устройство и сервер знает что же ты за устройство мы из эфира поймали что это вот поэтому у нас как бы сделана некая дополнительная математика поверх которая позволяет достаточно сильно обезопасить я даже уже не знаю как бы как как к этому подступиться если бы я был хакер дело в том что там еще еще есть очень простые способы вот лоровский канал к сожалению там же очень простые варианты угроз есть вот просто любой пионер покупает ардуинку покупает модуль включает определенную математику и давит вокруг себя все 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 8 каналов лоровских такой ну и последний вопрос то есть сказать что там а есть ну понятно но и стм 32 там f какой нибудь вы используете да там а есть на и как бы российскую криптографии не рассматривать вообще в том варианте ну если она бы дешевая появится но если они уже там есть и генерации случайных чисел а аппаратная не программная то есть там все по-честному сделано если российские появится почему нет мы в свое время и гост применяли в радиостанциях то есть вот вопросы шифрования вопрос ну то есть смотрели вообще то что сейчас есть как бы как можно ли применять или там нельзя там ну вообще-то нужно иметь лицензии фсб на самом деле на применение нет не нужно на разработку нужно до вы разработка как вы устройство получили если не разработали нужно лицензии фсб и а есть 128 вообще-то проблемой на гостку и вообще-то я 128 это тоже проблема потому что она попадает это проблема серьезные с ними наверно сейчас просто никто этого не касается вот в 12 сейчас имеет лицензию фсб можно как угодно сделать важно чтобы дешево было вот у меня почему используется определенная чип определенная и 128 потому что это легко сейчас реализуется и дешево будут российские можно российских спасибо да такой такой вопрос очень простой вы говорили про кейсы миллионники при которых получится то что может и получиться при частных заказах вот какой он идеальный кейс миллионник без синтетических регуляций да без ограничений кто его тогда заказчик это обязательно государство и насколько он может быть далеко от классики вроде трекинга транспорта ресурсов безопасности хороший чем правильный вопрос четко да кейсы миллионники действительно я буду рассматривать для себя это некоторое ну вот что вам а сейчас обратная связь мы с этим заявились появились потребности к нет конечно интересно когда очень много устройств но например неожиданное давайте так примеры вот люки в москве до около трех миллионов люков оказывается и проблемой они периодически открывается и там и безопасность и люди падают и просто воруют что-то из-под люков если это не не канализация вот датчики люков пожалуйста вот ради этого имеет смысл систему разворачивать смешной к из деревья москве каждый деревья имеет паспорта но стоит денег его уронить или сломать это стоит оказывается денег датчик крена дерева например вот дверь теперь битуси ну конечно вот двери вот если если у вас есть сеть системы и вы за 1000 рублей покупаете датчик который говорит вам что дверь открылась нет это идеальная кейс таких вещей типа дверь достаточно много если подумай они неожиданно появляются вот те же деревья я не придумал просто обратились те же люки да я думаю что с появлением таких технологий очень дешевых как раз и будут появляться востребованные такие решения иногда неожиданные мы даже сейчас не не сможем сантазировать с вами но это вот технология которая говорил рассчитана именно на это потому что если их не появится то где-то лора хорошей технологии конечно надо использовать его до андрасти еще раз спасибо за доклад вопрос такой вы коснулись кейсов с блокчейнами можете рассказать какие-нибудь из них реализации ну сейчас только только сюда идет как бы интернет вещей я думаю что это будет обязательно я не все наверно могу рассказать но идея то очень простая вы собираете вот события вы собираете важные вещи о чем я говорил вы их должны где-то хранить и если интересантов несколько да как мы тоже говорили то наверно блокчейн идеальная платформа если ее чуть-чуть сделать проще и дешевле то есть блокчейн в классическом виде сейчас немножко на другое рассчитывать вот его надо чуть-чуть тоже упростить хранение и доступ к информации должен быть тоже очень дешевый вот мы говорим о копейках то вот каждый битик от 50 тысяч сообщения до от батарейки вот вот стоимость устройства там 1000 рублей определить на 50 тысяч вот стоимость сообщения на вот она очень маленькая вот должна быть структура очень надежного но дешевого хранения вот блокчейн к этому предназначен но его надо чуть-чуть марит модифицировать тоже упростить удешевить и тогда это будет работать а это будет действительно система для кейсов миллионников и вы позволяете в коммерческой области это перейти то есть ваши события можете использовать вы может использовать другие еще раз страховые банки какие-то другие структуры которые которым это интересно то есть это переходит коммерческую часть блокчейн обязательно здесь будет применяться пока 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 реализации реальных я не знаю но вот сюда движется понятно тогда второй вопрос по поводу вы коснулись дизайна если у вас опыт и если есть упаковки приемника взрывозащищенный корпус корпус и если есть то насколько это влияет на соответственно расстояние не не я где-то мы не на расстояние если пластиковый корпус не особенно не будет влиять нет специально мы не я не делал влагозащищенный то есть не бывает взрыва безопасная я больше дизайна именно был такой красивый биту биту си вот тут чтобы это вот эти компании калифорнийский аля вот такие красивые устройства красивые упаковки сейчас вот мы как раз делаем больше простые устройства но я думаю что взрывы безопасности сразу деньги и наш подход не работает у нас дешево и много миллионов до взрывы безопасно это все-таки дорого и штучно можно еще раз да а вот вы сказали про приемник сам который специальный на там 24 биты все а сами конечные устройства на какой элементной базе построен то есть там там тивер на на самый простой но не совсем самый простой я нельзя не зря про спектр говорил то есть они должны обеспечить очень маленькие фазовые шумы сосредотачиваться в нужном спектре сигнал то есть это ну все современные производители вот хорошие чипы более-менее клуб ну дешевая продаю завoca накипно ну конечно у кого там таксисты процесса 1075 чуть такой вот передатчику подешевле если односторонний канал при приема передатчик если двустороннее мы лара научились в и передавать вот то что я говорю что вверх на одном чипе лора чтобы не использовать два радиочипа, лоровский канал можно использовать в UNB-системах. Чтобы лору вверх UNB, а вниз лора. Да, понятно. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. У нас уже не остается времени. Вы можете задать их в дискуссионной зоне. Александр, какой вопрос вас больше заинтересовал? Вот про конечные значки. Ага, понятно. Спасибо вам большое за доклад. Все. Можно поаплодировать? Спасибо. 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 Спасибо.